Оперативная ситуация по состоянию на 26 октября 2020 года в Одесской области зарегистрирован 22 181 случаев коронавирусной болезни, подтвержденный методом ПЦР. Ситуация по Одессе. В городе зарегистрировано 8 962 случаев коронавирусной болезни, из которых 167 пациентов находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице. Все жители города Одессы. 65 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации без ЭВЛ. Три пациента находятся на СИПАП. У 99 пациентов состояние средней тяжести. Всего выздоровевших от коронавирусной болезни зарегистрировано 5 771 человек. Процент выздоровления в городе на сегодня составляет 64,4%, по Украине 41,2%. По состоянию на 26 октября в городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 490 пациентов с пневмонией. В инфекционной больнице находится 245 пациентов с пневмонией. В 5 ГКБ находится 121 пациент с пневмонией. 2 985 пациентов с COVID-19 из числа жителей города проходят лечение на дому, находятся на самоизоляции. Производится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Всего летальных случаев за период эпидемии по области 335. Летальных случаев по учреждениям города Одессы – 150. Заболеваемость. За текущую неделю минимальный показатель заболеваемости по городу Одессы составил 32 человека – это 19 октября. И максимальный 208 человек – это 23 октября. В то же время госпитализация в инфекционную больницу. Максимальное число пациентов – 176 – это 19 октября. И 153 – 22 и 25 октября. Сводка по различным методам диагностики COVID-19 следующая. ИФА-тестов – 37 158. Из них иммуноглобулины М – 23 079. Положительных результатов – 1260. G – 14 79. Положительных результатов – 1143. ПЦР-тестов – 22 945. Коечный фонд. По состоянию на 26 октября 2020 года под COVID-19 в городе Одессе развернуто 390 коек и 12 реанимационных в инфекционной больнице. 100 коек и 6 реанимационных в городской больнице номер 5. 24 и 6 реанимационных в 1-й городской клинической больнице. 70 коек и 10 реанимационных в ГКБ-10. 50 и 4 реанимационных во 2-м родильном доме. 69 коек и 6 реанимационных в детской городской больнице номер 3. Всего под COVID-19 для взрослых уже развернуто 613 коек. 584 койки и 34 реанимационных. Детских – 75, из них 6 реанимационных. В роддом номер 2 – 54 койки, из них 4 реанимационных. В инфекционной больнице под COVID-19 открыто новое отделение на 30 коек с 33 подключениями к системе кислородообеспечения. Департаментом здравоохранения постоянно ведется работа по контролю свободного коечного фонда для госпитализации пациентов с COVID-19 и с подозрением на COVID. За прошедшую неделю минимальное количество было зафиксировано 19 октября – коек 93, максимальное – 24 – 146 свободных коек в наших лечебных учреждениях. В родильном доме номер 2 размещают беременных женщин с подозрением на COVID и COVID. Подтвержденный COVID у 6 пациенток. 4 – жительницы города, 1 – жительница Болгородского района, 1 – пациентка из Измаильского района, 3 – пациентки с пневмонией. В ГКБ номер 3 размещают детей с подозрением на COVID-19. Всего находится 11 детей. Продолжает работу 5 городских мобильных бригад Центра неотложной помощи для проведения на дому тестирования быстрыми тестами на COVID-19 и забора биоматериала для проведения ПЦР-диагностики пациентам, находящимся на амбулаторном лечении с самоизоляцией. Бригадами за весь период проведено 9 350 тестированием на COVID. За последнюю неделю ПЦР-тестов 420. По состоянию на 26 с начала карантина под наблюдением семейных врачей в центрах первичной медико-санитарной помощи переданы 8 797 человек, из которых закончили наблюдение 5 413 человек. За последнюю неделю 569. Лица, обследование которых не предусмотрено приказом Минздрава, обследуются методом ПЦР в частной лаборатории. За прошедшую неделю обследовано 33 сотрудника Департамента предоставления административных услуг. Подготовлены списки на проведение тестирования сотрудников Департамента образования. Всего 20 человек. На 26 октября запланировано обследование еще 20 сотрудников Департамента предоставления административных услуг. Работа продолжается. Департаментом здравоохранения готовится письмо в областную государственную администрацию о порядке обеспечения и финансирования городских больниц, развернутых для капитализации и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Мероприятие из государственного бюджета, а также определение квоты города в общем финансировании Одесской области. Согласно проекту, распоряжение руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19, про перепрофилирование учреждений здравоохранения, определены под госпитализацию пациентов с COVID, Департаментом здравоохранения проанализированы ресурсы городских учреждений здравоохранения и определена 5 ГКБ для размещения 150 коек. В настоящее время ведутся подготовительные работы для зонирования отделений, обеспечения коечного фонда, системы кислородообеспечения, резервным дизель-генератором. Департаментом здравоохранения подготовлено письмо в областную государственную администрацию о выделении ассигнований государственной субвенции для городских учреждений здравоохранения, в том числе обеспечения кислородным коек, разворачиваем под COVID-19 в 5 ГКБ. По состоянию на 26 октября подали заявление на получение материальной помощи 167 медицинских работников, в том числе из учреждений здравоохранения области. Получили материальную помощь 117 человек, в том числе сотрудники учреждений здравоохранения области. По состоянию на 26 октября в отрасли здравоохранения проведены расходы на поощрительные выплаты медицинским работникам из бюджета всех уровней, а также из средств НСЗУ. По состоянию на 26 октября выплаты проводятся уже с 7 учреждениями. Городская инфекционная больница, городская больница 1, 10, 5, детская городская больница номер 3, роддом номер 2 и городской центр неотложной медицинской помощи. Сумма выплат составила за 7,5 месяцев 68,5 миллиона гривен. Из них за счет государственного бюджета субвенции за март и средства НСЗУ 29,764,9 тысяч гривен. Из областного бюджета 12,626 тысяч гривен. Из бюджета города Одессы 26,8 тысяч гривен. Общее количество проплат составило 8,8 тысяч случаев. За счет бюджета города организовано и проводится питание медицинских работников городской инфекционной больницы и городской больницы номер 5, которую оказывают медицинскую помощь больным в особо опасных условиях коронавирусной инфекции. С апреля месяца по настоящее время ежедневно получают бесплатное питание в среднем 245 медработников городской инфекционной больницы, 46 человек городской больницы номер 5. Общая сумма расходов из бюджета города на эти цели составила 3,9 миллиона гривен. Транспорт. В связи с ухудшением эпид-ситуации в городе Одессы и включении города в список населенных пунктов оранжевого уровня эпидемиологической опасности по COVID-19, согласно пункту по перевозкам в городском транспорте, 50% сидящих пассажиров, в том числе в текущем месяце возник вопрос перевозки медицинских работников. Вопрос оперативно урегулирован с Департаментом транспорта Одесского городского совета. Департаментом здравоохранения проведена работа по обеспечению смартфонами и подготовлен приказ об организации справочных номеров в отделениях госпитализации больных с COVID-19 для предоставления круглосуточной информации родственникам о состоянии здоровья пациентов. Спасибо за внимание.